Здравствуйте, доброе время суток. Мы с вами будем сегодня изучая фотошоп, научимся делать бегущую строку. Этот урок мы прежде всего должны из-за этого урока благодарить Ивана, который я написал и предложил такую идею. Он видел как текст движется по экрану, пытался это сделать фотошип, у него ничего не получилось. Он попросил меня помочь и рассказать, как это делается. Хорошо. Это то, что я получил буквально пять минут назад. Достаточно быстро и просто это сделать. Просто многие из нас иногда допускают ошибки, которые потом... Вроде все близко, все как надо, а результат выходит совсем другой, нежели тот, который ожидается. Хорошо. Давайте я вам покажу, как это делается. И мы все сейчас изучим. Во-первых, мы создадим... Я начну заново. Мы создадим документы. Новый сейчас я подгоню в фотошоп. Хорошо. Мы создадим новый документ. FFF. Этот мы скроем. Документы создаю 600 на 600. Вы можете больше, меньше. Я создаю с тем учетом, что потом уменьшим для веб-сайта. Файл. New. 600 на 600. Transparent. Окей. Здесь я уже подобрал цвета. Такие я хотел бы. Такие жгучие. Здесь я лайн. Хорошо. Здесь первый и второй цвет. Беру градиенту. Выбираю вот этот вот. Radial gradient. Выбираю такой обычный переход. Окей. Нажимаем. Кликаем ОК. И чертим. Вот мы получили наш градиент. Это у нас будет задний фон. На этом мы с задним фоном покончили. Следующее нам нужно написать какой-либо текст. Правильно? У нас же будет логущая строка. Как предполагает текст. Напишем, к примеру, смайл, как я делал пять минут назад. Смайл. Хорошо. Смайл. Поставим улыбочки. Одну здесь. Одну здесь. Так. Так. Улыбочки поставим. Хорошо. Вот наш текст готов. Если вы хотите его доработать, можете воспользоваться вот этими эффектами, которые для текста также очень неплохи. Blending Options. Мы их открываем. Вот они у нас. Окей. Вот наш текст. Вот наши Blending Options. Можно добавить тень нашему тексту. Кстати, тень можно двигать и тут. Окей. Не этим ползунком. А прямо напрямую. Можно поставить, где вы хотите, чтобы ваш тень падал. Окей. Также у тени есть параметры opacity, то есть прозрачности. Ее можно с этим поиграться. Size. Чтобы она была более размытая такая. На заднем фоне. Окей. Замечательно. Помимо тени есть еще, допустим, Outer Glow. Такая вот. Подсветка. Потом есть, например, Bevel. Окей. Такая вот вещь. Можно с этим поиграться. Окей. Потом есть, что мне очень нравится. Это такой Gradient Overlay или Color Overlay. Можете тоже с этим поиграться. Вот в Gradient Overlay даже по умолчанию есть достаточно неплохие заготовки. Я использовал, кажется, вот это. Угу. Можете посмотреть, поиграться с этими заготовками. Достаточно неплохие вещи. И огромное количество уже готовых Gradientов можно скачать в интернете бесплатно. Потом, к примеру, строк я использовал. По умолчанию он красного цвета. Кстати, если вы хотите добраться до параметров того или иного объекта, можно на него кликнуть. Параметры отобразятся. Строк, к примеру, я использовал его. Просто я поменял не красный цвет поставил, а темный. Например, у меня взятен самый черный. Темный. Size я уменьшил до единицы. И opacity меньше. Вот так вот. Примерно. Окей. Замечательно. В принципе, все. На этом можно искать наш текст. Кончим. Кликнуть. Окей. Вот все наши эффекты, которые мы к нему применили. Текст можно увеличить. Я, кажется, в прошлый раз его увеличил. И можно поменять стиль. Какие тексты. То есть, если мы обратимся вот сюда вот. Карактеры. Можно выбрать Arial. А можно какой-нибудь посмешнее выбрать. Это зависит от того, какой текст у вас есть. Окей. Так. Хорошо. Ну, я оставлю, к примеру, вот такой вот комик сам. И хорошо. С этим будем работать. Так. Следующее. Как делать анимацию, чтобы не было проблем? У Ивана возникла проблема с тем, что, когда он анимировал текст, у него весь текст абсолютно весь двигался. То есть, фактически, никакого движения не было. Мы анимируем благодаря череде кадров, которые сменяются друг за другом. У Ивана череда кадров не сменялась друг за другом, а просто один и тот же кадр, неважно, какой он включал или не выключал, у него оставался. То есть, текст не двигался. К примеру, он его куда-нибудь сюда перенес. Текст так и оставался. Сюда перенес, он так и оставался. Как с этой проблемой бороться. Бороться с ней достаточно просто. Нам нужно продублировать наш текст несколько раз. Как это сделать? Либо горячей клавишей Ctrl G, либо же, если мы идем вот так вот дублировать. То есть, сюда вот перетаскиваем текст. Нам хватит буквально 3-4 раза его продублировать. Окей? Значит, наш первый текст мы нажимаем на клавишу Shift и путем передвижения его передвигаем. Окей? Хорошо. Потом второй текст мы передвигаем немножко сюда. Вот так вот. Хорошо. Третий текст остается у нас посередине. Окей? Четвертый текст я нажимаю на Ctrl G. Я его передвигаю в сторону. Так, промежуточный камер. И пятый текст Ctrl G. Я его передвигаю в конец. Можно передвигать, можно не передвигать, как бы там все равно пятого текста мы не увидим. Сама суть заключается сейчас в том, что я отключаю абсолютно все уровни с текстом. Окей? Вот у меня остается первый текст. Но мне не нужен этот первый текст, мне нужен вот этот первый текст. То есть, который вот тут вот. Я уже сам запутался. Мне нужен первый текст, которого не видно. Окей? Сейчас мы все определим. Так, это у нас середина. Это так. Первый текст. Вот. Вот его я сейчас возьму и перенесу в самый низ. Окей? Вот это первый текст. За ним потом будет следовать второй. Второй текст. Вот этот вот. Так. Второй текст. Потом будет третий текст. Хорошо? И то же самое дальше. После третьего у нас будет вот этот вот текст. И потом самый конец, который мы не увидим. Это суть. Хорошо? Мы сейчас отключим абсолютно все глазики. И будем поочередно включать каждый глазик. В принципе, это решает проблему Ивана. Мы берем Windows. Нажимаем Animation. Вот она у нас панелька. Вот она тут. Дублируем несколько раз наш уровень. Раз, два, три, четыре, пять примерно. Хорошо? И начинаем. Вот. Первый кадр у нас. Вот такой вот. Нулевой нам. Вот. 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 И вот и один. То, что он выглядит, прям так. Продолжение следует...